МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Террина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Самым ярким и активным глава города наградил представителей молодежных общественных организаций. Уличное искусство. Художники из Нижнего Новгорода создали в Сарове новый арт-объект. Трезвое лето. Сколько ДДП произошло в Сарове по вине пьяных водителей? Далее расскажем по всем подробно. В городской думе продолжают обсуждать корректировку бюджета. На очередном заседании профильного комитета депутаты рассмотрели поправки, предложенные коллегами. Также речь шла о депутатском обращении Александра Тихонова. Он предлагает проработать вопрос о возвращении мер социальной поддержки ветеранам труда, имеющим доход свыше 20 800 рублей. Подробности далее. В 2017 году в соответствии с поправками закон Нижегородской области о мерах социальной поддержки живущей в Сарове ветерана труда, чей доход выше 20 800 рублей лишились ряда льгот. В том числе это ежемесячная денежная выплата в размере 557 рублей и ежемесячная денежная компенсация, 50% платы за жилое помещение в пределах социальной нормы. Такое решение вызвало напряженность в городе. Вопрос пытались решить, направив в область обращения еще в 2018 году, но получили отказ. Сейчас Александр Тихонов хочет направить очередное депутатское обращение, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Этот вопрос обсудили на заседании планового бюджетного комитета. Самого Александра Михайловича на встрече не было, но выступили приглашенные представители ветеранских объединений. Мы порядка 3 миллиардов перечисляем налогов в бюджет российский, областной. Ну, та сумма, которая нашим ветеранам на выплаты, ну, я не думаю, что область так сильно объединяет. Но они же придут нашим жителям города. В Саров уже много лет глубокий донор областного бюджета. За последние 7 лет налоговые отчисления с нашей территории превысили поступление из областного бюджета на 14 миллиардов, в среднем на 2 миллиарда в год. При этом наши ветераны живут далеко не богато. Когда разговариваешь с ветеранами, действительно сидят в копейке с щитами. Кто-то отключает телефон, чтобы лишние деньги не платить. Кто-то на чем-то другом экономит там. Ну и так далее, так далее. Пенсия работников НЕФ в среднем выше, чем пенсия сотрудника какой-то организации, например, Дзержинска. Из-за этого и выходит, что те, кто получает 18-19 тысяч, имеют право на льготы, в том числе и льготы на квартплату. А те, кто получает не намного больше, около 21 тысячи, этих льгот лишены. При этом уровень жизни и цены в нашем городе выше, чем по области. Закон был принят не просто как некое восстановление социальной справедливости или уравнилки. Это был закон, прямо направленный против Сарова. Ну вот откровенно говоря, да, потому что прокуратура, постоянные суды, с губернатором в первую очередь, да, с правительством Нижегородской области привели к тому, что ветеран атомной энергетики и промышленности был приравнен к ветерану труда. Соответственно, что сделало правительство? Правильно, ввело отсечение, верхнюю планку установило, и по кому больше всех шарахну? Правильно, по Сарову. Депутаты решили создать рабочую группу по этому вопросу, куда войдут представители Думы, администрации, внефы, ветераны. Результатом ее работы станет обращение к губернатору, чтобы либо вернуть надбавки Сарову, либо поднять верхнюю планку нуждаемости. Екатерина Опенова, Евгений Шевцова, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Молодость – это не просто определенный период в жизни, это особое состояние души. В нашем городе уникальная молодежь, образованная, целеустремленная, талантливая. Эти ребята – наше будущее, с ними связаны надежды на то, что на смену старшему поколению придут энергичные, умелые и искренние люди, способные изменить и улучшить Саров. Самых ярких и активных представителей молодежных организаций наградили в честь Дня российской молодежи. Талантливые, активные, харизматичные, не похожи ни на кого. Такая молодежь живет в нашем городе. Все они уже добились больших успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. Мария Головина состоит в юно-армейском отряде «Бар» с момента его основания. За это время она не только приобрела уникальные навыки и незабываемый опыт, но и нашла новых друзей, которые стали для нее семьей. Наш отряд действует с 2018 года. За это время мы успели сделать огромное количество достижений, поучаствовать в огромном количестве мероприятий. И я считаю, что эта грамота не лично для меня, а для всего моего отряда. Потому что если бы не было их, не было бы и меня как командира. Андрей Махмудов признается, что в детстве был стеснительным. Но потом его захватила творческая и общественная деятельность. За время взросления Андрей попробовал себя в различных видах деятельности. Но больше всего его привлекала сфера медиа. Активист любит свое дело и при создании контента старается сделать все идеально. Я обожаю, когда это имеет спрос. Как же можно не любить то дело, делая которое люди говорят тебе спасибо. Кирилл Новикевич не представляет свою жизнь без съемочного процесса. Первый интерес к видеосъемке у него появился, когда он увидел, как работают телевизионные операторы. Первые шаги в увлечении юноша сделал с бытовой видеокамерой. Сейчас Кирилл не уступает по уровню профессионализма более опытным коллегам. Но считает, что всегда есть к чему стремиться. Изначально меня цеплял процесс съемки. Мне было интересно кадрировать, искать ракурс интересный. А впоследствии, когда я уже стал более осмысленным, мне стали интересны люди, которых я снимаю, с которыми я общаюсь во время съемки. Подводя итоги, организаторы выразили надежду на то, что с каждым годом активной молодежи в Сарове будет все больше. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. В России могут начать штрафовать уличных фотографов, которые предлагают фото с уличными животными. Штраф может достигать 15 тысяч рублей. Также хотят начать штрафовать за выброшенных на улицу животных. Или же, если их морят голодом и причиняют страдания, пишет газета.ру. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Страна Росатом объявила конкурс для фотографов из городов присутствия госкорпорации. От одного участника принимают до пяти работ. Объектом съемки могут быть предприятия Росатома, события, люди, животные, архитектура, природа. Фотографии принимают до 1 августа включительно на инфо собака странадефисросатом.ру в теме «Атомный город в объективе». Главный приз контракта на постоянную съемку заключат с одним фотографом из каждого города. Все участники получат сертификаты, футболки, худи, бутылки для воды. В России за последние сутки зафиксировали 652 смерти пациентов с коронавирусом. Это новый максимум смертности. Статистику по COVID-19 опубликовал телеграм-канал оперативного штаба столицы. Двое соровчан также стали жертвами болезни. Растет и число заражений. В середине июня, впервые с марта, оперативный штаб отчитался об 11 700 новых случаев коронавируса в России. За последние несколько дней суточный прирост больных – 20 тысяч. Центр милосердия собирает адресную помощь для подопечных семей. Требуются деньги на реабилитацию, медицинские тренажеры, специальные обувь и питание. Также всегда необходимы мебель, БО-компьютеры, одежда и обувь, продукты, в первую очередь консервы и молочные смеси номер 1 и 2. Детский памперс из всех размеров, постельное белье, стиральные машинки любого класса и холодильники в рабочем состоянии. Пожертвование можно принести на гуманитарный склад на Пушкину 24А. Он работает во вторник и четверг с 17 до 19 часов, в субботу с 9 до 12. На территории Нижегородской области продолжается пилотный проект «Трезвое лето». Его цель – предупредить смертность ДТП, которые происходят по вине пьяных водителей. Если вы знаете, что кто-то ведет машину в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом по телефону 112. Возможно, этим вы спасете чью-то жизнь. По данным ГИБДД, за последние пять лет по вине трезвых водителей на территории региона погибло 526 человек. Пугающие цифры. За минувший год в Сарове зарегистрировали 9 ДТП с участием нетрезвых водителей, по вине которых погиб один человек и 12 жителей города получили повреждения разной степени тяжести. В этом году зафиксировали два ДТП, в одном из них пострадал ребенок. Это ДТП случилось у нас 9 мая на перекрестке Зернова-Арзамасска. Когда водитель в нетрезвом состоянии, управляя машиной «Газель», припаруется налево, не пропустил встречный фальсваген пассат, в результате которого ребенок, который находился в детском кресле, на заднем сидении. Водитель этого пассата выполнил все требования правил дорожного движения. Но, тем не менее, в результате действий нетрезвого водителя ребенок получил интересное повреждение. По статистике, не только Сарова наиболее тяжкий ДТП происходит именно с участием пьяных водителей. Так как человек в этом состоянии не может правильно оценить опасность, у него замедленная реакция, а потому даже самые незначительные ошибки в управлении источником повышенной опасности автомобилем, могут привести к страшным последствиям. Еженедельно мы проводим профилактические мероприятия по выявлению нарушения правил дорожного движения, связанные с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного пьянения. Минувшие выходные не были исключением. Мы работали в усиленном режиме пятницу-субботу. И два водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного пьянения, были нами задержаны. Патрули проводят и в будние дни. Так, в середине недели, ближе к утру, сотрудники госавтоинспекции остановили водителя машины ВАЗ-2109. Саровчанин был в состоянии наркотического опьянения, что подтверждает результаты химико-токсикологического исследования. Сейчас в отношении задержанного решают вопросы возбуждения уголовного дела. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Родители, платящих алименты, но не полностью или не вовремя, смогут также привлечь к ответственности. Такие законопроекты внесены на рассмотрение в Государственную Думу. Сейчас за неуплату алиментов существует административная и уголовная ответственность. Если долги по алиментам копятся больше двух месяцев, это административное правонарушение. За это грозят обязательные работы до 150 часов, либо административный арест до 15 суток, либо штраф 20 тысяч рублей. Сейчас в некоторых случаях суды считают, что эта норма касается только полной неуплаты алиментов. Нерадимым родителям, которые платят алименты, время от времени удается уйти от ответственности. Поправки, которые предлагает законопроект, позволят привлекать к ответственности всех обязанных выплачивать алименты. За неуплату алиментов есть и уголовная ответственность. И если есть протокол, а должник все равно не платит, и это уже уголовное преступление. Например, если он прячется или скрывает доходы, его могут арестовать. За это предусмотрены исправительные или принудительные работы или лишение свободы на срок до года. Помимо поправок в Коап, второй законопроект предлагает ввести изменения в уголовный кодекс. Неоднократную неуплату алиментов без уважительных причин могут начать считать уголовным преступлением. Даже если время от времени алименты платят, но не полностью. Уголовного наказания можно будет избежать, если показать задолженность по алиментам в полном объеме. 5 миллионов рублей перевел мошенникам сыровчанин. Деньги он перевел на 462 номера телефона, которые ему диктовали злоумышленники. Также они убедили мужчину взять кредит еще на миллион рублей и отдать его им. Подробности резонансного дела расскажем далее. И снова на те же грабли. На удочку мошенников с каждым днем попадает все больше жителей нашего города. Схемы обмана множатся в геометрической прогрессии, но есть в них что-то схожее. Людям звонят от имени сотрудников правоохранительных органов либо банковских специалистов. Говорят об угрозе, что навеслено над их счетами и предлагают свою помощь. 14 июня этого года аналогичным способом гражданину поступили звонки на сотовый телефон гражданина. После чего в несколько кредитных организаций данный гражданин пришел и все денежные средства, которые находились у него на счетах, он обналичил. Эта сумма составила порядка 5 миллионов рублей. Мошенники предусмотрели даже вопросы представителей банков, которых потерпевший обналичивал деньги и проинструктировали свою жертву. Ему сказали, что верить никому нельзя, так как операция по поимке мошенников, в которой он участвует, только начинается и, что немаловажно, разглашение оперативной информации карается уголовной ответственностью. Данное денежное средство в размере около 5 миллионов рублей он перевел на 462 номера телефона, который мошенники ему диктовали через различные банкоматы, находящиеся на территории города. На каждый номер телефона гражданин переводил примерно по две транзакции в сумме от 10 до 15 тысяч рублей. Когда у саровчанина закончились деньги, мошенники попросили его взять кредит на сумму около миллиона рублей. При оформлении кредита банковские сотрудники предупреждали его о возможных мошеннических схемах, но мужчина уверил их, что деньги берет для личных нужд. Этот миллион он также перевел злоумышленникам. Общий ущерб, нанесенный гражданину, составил примерно 6 миллионов рублей. В любом случае ни сотрудники полиции, ни сотрудники кредитных организаций никаких операций по поимке по телефону не проводят, никакую информацию не запрашивают, никакие операции по снятию денежных средств и переводу их на другие счета не производят. Зачастую мошенники используют современные технологии, благодаря которым звонок с сотового телефона может высвечиваться у адресата, как номера служб урегулирования банковских вопросов, либо номера правоохранительных органов. Поэтому любую входящую информацию для своей же безопасности необходимо перепроверять. Новый арт-объект появился в Сарове. Трансформаторную будку на Икаре по заказу Департамента по делам молодежи и спорта разрисовали художники-создатели проекта «Лица Нижнего». Стрит-арт в нашем городе появился в рамках программы «Генератор ЗОЖ». Граффити – популярное уличное искусство, которое отражает современные реалии и тенденции. В преддверии Дня молодежи в рамках проекта «Генератор ЗОЖ» на стадионе Икар появился красочный стрит-арт. Посвященный спорту и здоровому образу жизни. Эти рисунки всегда в радости, они доставляют удовольствие. Потому что ты рисуешь, и на твое творчество смотрят люди. Надеемся, что кому-то это нравится. По словам художников, такие работы требуют не только аккуратности и точности при создании. Здесь важнее смысл, который вложил автор в свой рисунок. Художники искренне надеются, что новое граффити будет не только радовать глаз, но и вдохновить саровчан на занятия спортом. Самое сложное – это идея, концепция. То есть мы живем сейчас в эпоху информации, и самое ценностное в рисунке – это смысл, который закладывает художник. Юные саровчане не остались равнодушными к новой инсталляции. Ребята с интересом наблюдали за работой художников и с нетерпением ждали, каким будет результат. Цвета очень приятно сочетаются, и прикольно получается. То есть мне нравится, когда вот так вот занимаются граффити. По словам ребят, они надеются, что еще не один стрит-арт украсит улицы нашего города. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «Вконтакте», «Фейсбук», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в «Ютубе», смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»!